Бывает Нормальный летний дождь Мелькнет в толпе знакомое лицо Веселые глаза А в них бежит садовое кольцо А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза А я иду, шагаю по Москве И я пройти еще смогу Соленый, тихий, який, я И тундру, и тайну На плоткой белый парус распущу Пока не знаю с кем Но если я по дому загрошу На чистых я тебя отыщу И вспомню о Москве Протокол заседания коллектива Театра Современник От 21 июня 1972 года Присутствовали коллектив театра Начальник Главного управления культуры Исполкома Моссовета Товарищ Покоржевский Б.В Повестка дня Первое Назначение главным режиссером театра Г.В. Волчик Табаков Мы все сегодня собрались По случаю представления Галины Борисовны Волчек На пост главного режиссера театра Покоржевский Вот, дорогие товарищи Назначение Галины Борисовны Волчек На пост главного режиссера театра Совпало и с вашим желанием Высшестоящие организации Серьезно отнеслись к вашей просьбе И вот разрешите поздравить коллектив театра И Волчек Галину Борисовну С назначением Главным режиссером театра Современник В скобках Бурные аплодисменты Покоржевский Мне приятно, что вы так единодушно И серьезно приняли такое решение Волчик Я не готовилась к тронной речи Была занята общим делом театра Я не новый человек для вас И тронных речей мне не надо Вы знаете мои желания и мечты Сделать все Для того, чтобы сохранить театр Отдать свое здоровье Вложить все в наше дело Все, что дал нам наш учитель Олег Николаевич Ефремов Спасибо за доверие И я постараюсь его оправдать Табаков Еще раз поздравляю Волчек Галину Борисовну и коллектив Вот и все Стенографировала Секретарь Ленская РВ Галина Борисовна Мы знаем, что Подчиниться Воле коллектива Ваши решения Возглавить театр Для вас было Очень трудным От всех нас От всех поколений Артистов От зрителей Театра Современник Мы говорим вам Огромное спасибо Огромнейшее Спасибо 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 вам огромное Я не ожидала никак Это для меня Абсолютный сюрприз Я думала Что просто Ну Вообще я ничего не думала Про это Я не знала Сколько там лет Я Я вообще цифры не люблю И я не знала Там Сколько лет прошло Жизнь идет Идет И слава Богу Я думаю Господи Какое счастье И мы живы К нам публика ходит У нас помолодел Зрительный зал У нас такая Образовалась Молодая труппа Моя гордость Потому что Рядом с вами Вот я и вижу Многих Своих любимцев Которые там вот сидят Которые уже Заслужили Вашу любовь И мое доверие И любовь Тех кто приносит Нам пьесы Когда вот Мы все-таки Сумели Воспитать Вот такую группу Которая является Вот молодой труппой Театра современий Которая Встала рядом С нашими Любимцами Ну Мы их называем Наши старики Но это смешно Какие они старики Вон сидят Молодые Красивые Их Как бы Товарищи Коллеги Но тем не менее Это молодая труппа И я знаю Что они Вот не будет меня Не будет нас Но они Не дадут Превратить Современник В то Что называется Сегодня Модным местом Что путает Понятие Театра Модное место Мне это Ужасно Я этого Не могу Просто терпеть И не хочу Чтобы никогда Современник Близко не приближался К этому понятию И я верю В то Что вот Наша молодая Труппа Они повзрослеют У них уже будут Свои молодые Такие же Как вот сегодня У тех Кто сидит И представляет Старшее поколение Наше Я уверена В том Что никогда Они Не продадут Вот это понятие Театр Это наш дом Это Русский Психологический Театр Мы идем Своей дорогой Мы одни Мы сами Мы сами И вы Те кто Нас поддерживает Кто к нам Приходит Кто Про нас пишет Или не пишет Кто нас иногда Ругает Справедливо Или хвалит Спасибо вам За это А я говорю Когда я вхожу В зрительный зал И вижу Помолодевший Зрительный зал Я говорю Спасибо вам Старшему поколению Которое Привело Своих детей А потом Внуков К нам В театр Спасибо вам За это И поэтому Я Когда мне Сказали Что вот Ну Я даже не знала Сколько лет Я цифры Сказала Ненавижу Сколько там Прошло В каком году Когда меня Спрашивают В каком году Вы там Вот это Поставили Я всегда Нашу Женю Кузнецову Говорю Жень В каком году Это было Потому что У меня Весь Счет Идет Так Это было До рождения Сына Или после Это было До Моей первой Поездки В Америку Куда Меня Пригласили Или после Я узнала О том Сколько я лет Вот Сижу на этом Стуле От От постороннего Человека То есть От Очень Мною Любимого И уважаемого Мною От Ирины Александровны Винер Которая Вдруг Среди дня Мне Присылает СМС С такими Поздравлениями Я думаю С чем Она меня Поздравляет Так Потом В конце Уже Вот Написано Так сказать Что там Зато Зато Я Я и не знала Потом Уже Сказала Спросила Вернее В театре Мне вот Сказали Что да В такие-то Дни Было Это собрание Которое Вам Сегодня И для меня Это подарок Что это Сохранилось Это Хотя Конечно До нее Было Собрание Которое Помнят Наши Старики Это Собрание На котором Я отказывалась И говорила Нет Я не буду Нет Это Невозможно А мне Говорили Ты Должна Ты Должна Ты должна Понять Что Чужого Мы не Примем Ну Вот Я и Согласилась Они Правда Мне кричали Мы будем Тебе Помогать Все Не бойся Ну Правда Помогали Но Не всегда Но Всякое Бывает За эти 45 лет Я только Два раза Была В готовности Написать заявление И уйти И Как это Не Странно Вам покажется Один раз Это было Когда Не хочу Я называть Даже Фамилию Это Глубоко Мною Любимая Актриса То С которой Мы вместе Начинали Все Когда Она Сказала На какую-то Нашу Ошибку Безусловную Она Сказала Ну вот До чего Ты довела Театр И для меня Это было Ну Не просто Каким-то Кинжальным Ударом Это Я пришла Домой И написала Заявление Об уходе Позвонила Раисе Викторовне Которая Подписывала Эту И сказала Рай Скажи Пожалуйста Игорю Там К вашей Или кому Не помню Что я не приду Завтра Я подаю Заявление Об уходе В 12 часов Дня Ко мне Пришел Весь Тогда Это был Художественный Совет И Сказали Галя Ты не имеешь Права Это сделать Ты не должна Они меня Уговаривали И уговорили Это было Один раз И второй раз Я даже Не могу Вам Потому что Если я Начну Перечислять Сколько Я слез Пролила Сколько Обиды Я Вот так Вот Все кулаки Сжав Вытерпела И от Своих Любимейших Артистов Любимейших Вот я Предположим Ну все знают Я этого не скрываю Как я Люблю Ценю Горжусь Гафтом Но если я ему Сейчас рассказываю И говорю Валя А ты вспомнишь Что ты мне орал Кричал Там Когда я Репетировала С вами С молодыми Репетировала Плаху Я говорю Ты помнишь Это Он говорит Нет Этого не было Я говорю Как не было Ты что Я сделала Перерыв В это время Один очень Известный Фотограф Очень известный Делал Обо мне Очерк А у нас Ну На маяковке Были покрыты Чехлы На стульях Они такие Все серые Были Светло-серые И он сделал фото Сижу я У меня тогда Были длинные Очень волосы Я снималась И не могла Постричься В короле Лире И вот так вот Я лежу На этом Ряду Который Передо мной И вот так Свисают волосы И я рыдаю Плачу И после этого Проходит Там Десять минут Или сколько-то И я говорю Нет Я должна Продолжать И Я Сказала Все на сцену И мы продолжали И я вам говорю Искренним образом Он Гафт не помнит И говорит Да ничего Ты это придумала Ну хорошо Есть Свидетели Тому Что я это Не придумала Так что Приходилось Терпеть Всякое И Вот от Артистов И от Неартистов Нас вызывали Была такая Идеологическая Комиссия ЦК Значит И вызвали Ефремова Ну как Главного режиссера Это значит Было еще Ефремов Ушел В 70-м Значит Это был Вот какой-то Там 67-й Восьмой В идеологическую Комиссию Ефремова Меня И Нашего Секретаря Партийной Организации А я не партийная Была А меня вызвали Потому что Я была Там Режиссером Ну как бы Помощницей Ефремова В этом спектакле Спектакль По Тендрикову Без креста Назывался Я помню Фурцеву Которая сидела Вот рядом Ее тоже вызвали Каким образом Это могло Появиться Вообще На сцене И как А я играла Бабку Я помню Что мне было Тогда 27 Или вот Сколько-то лет Вот так вот И я эту бабку Старую играла Которую Внука своего Убивала За то Что он Икону Ее Ну Разрубил И все И она его А положительным Там персонажем В этом Была только Учительница Ну и всегда Естественно В любом Произведении Положительный Герой Проигрывает Вот такому Такой силе С которой Была написана Эта бабка Эта старуха Которую я играла И все Ильичев Который был Главный Человек Он о полном Серьезе Выдавая Екатерине Алексеевне Фурцевой За то Что этот спектакль Идет Ефремову Всем И он мне Говорит А вот вы не можете Немножко Как-то это Ну Не знаю Как вам Объяснить Ну так Играть Так Потише Немножко Чтобы Учительница На вашем Фоне Наоборот Была бы Такая Повесомее Понимаете Надо было Это все Выслушивать Каким-то образом На это Реагировать Бывали и такие Вещи Всякие И тем не менее Я считаю Что у Серьменника Был Очень трудный Но счастливый Путь Который Привел Вот К сегодняшнему Дню Поступила Записка От коллеги Поэтому я решила Что его нельзя Выпускать Из зала А только Со сцены Вот она Это записка Добрый вечер Спасибо вам большое Что вы все Сегодня сюда пришли Такая Небольшая Песенка Вам Галина Борисовна Я мог бы Конечно В гримерке Храпеть И в зале Посиживать Молча Но я Собираюсь Куплеты Пропеть Калине Борисовне Волчек Ее Обливая Елеем И Ласковым Голосом Блея Как На Юбилее Я Я Правду Скажу Пусть Обрушится Мир Пусть Морщится Справа И Слева Галина Борисовна Вы Мой Кумир Вы Гений Королева И Пусть Галина Борисовна Современник Я Всегда Морщина Любима Ну Вы Понимаете Что Для Меня Не Только Потому Что Миша Сын Нашего Учителя Нашего Вождя Олега Ефремова А Просто И Он Сын Нашей Прекрасной Аллы Покровской Которой У нас Замечательно Всю жизнь Работала А потому Что он Такой Вот Мишка Я его Просто Вот Я понимаю Что я его Могу Портить Своей Любовью Там Баловством И так далее Но я не могу Выдержать Я просто Не могу Тут Была На репетиции Я Когда он Репетировал Амстердам Он там Пьяного Изображает Кто там Не видел Значит Должен Пьяным И в какой-то момент Я чувствую Я не выдерживаю Он багровеет Его вот Над веном Вот так Натягивается И я Вместо того Чтобы сопереживать Этому моменту Как Я заорала Миша Хватит Миша Перестань Вставай Все Хватит Я думала Он тут И кончится Миша Миша Собой Своим Способом Существования На сцене Миша Доказывает Ту Вот Абсолютно Для меня Несокрушимую Истину Быть А не казаться То На чем Как бы Современник Всегда За что бился И К чему Пытался Прибиться Вот Поэтому Моя Любовь к нему Она еще И От того Какой он Артист Алена Курбанова Как раз Про это и спрашивает Многие сегодня Хоронят Психологический театр А чем он важен Сегодня И в чем его правда И каков вектор Его развития Я не знаю Может быть Повезло мне Или наоборот Не повезло Не знаю Но В 78 Году Когда был Разгар Холодной войны Меня пригласили На постановку В качестве Первого Советского Режиссера В Америку Там Ну Надо знать Что такое Америка В этом смысле Вот все Что впервые Неважно что Оно все Под не просто Объективом Не просто Под такими Наушниками Оно Сприковано К вам Все И реклама И папарацци Которые мы не знали Что это такое Тогда И все И я оказалась Вот в это время Там Мне предоставили Возможность Любую Хотите Две недели Вы будете Как бы Оглядываться Прежде чем Вы Приедете На ту точку Где вы Будете Исполнять Свою Непосредственную Обязанность Ставить Спектакль Выбирайте Я сказала Я хочу Понять Театральную Жизнь Америки А это Прежде всего И единственное Что Как бы Собирательный Такой Образ Этой Театральной Америки Это Нью-Йорк И вот Я тогда Имела Счастье Или Несчастье На Офф Бродвее И на Офф Офф Бродвее Теперь Вы уже Все знаете Что это Такое Увидеть Все Вот Без исключения Все Если Вот Мне Откнут пальцем И скажут Ну Не ври Вот Этого Ты не могла Увидеть Там Того Что мы Придумали Сегодня В нашем В наших Новых Экспериментах Я увидела Все На Офф Бродвее Все Офф Офф Бродвее Мне Рассказал Все Про То Что Сегодня Выдается За Новшество За Модерн За Эксперимент И так Далее Да Это Окрашено В разные Какие-то Цвета Иногда Но Принцип Один Этот Принцип Есть Отсутствие Абсолютное Вот Этой Вольтовой Дуги Про Которую Говорил Станиславский Без Который Театр Не может Существовать Это Вы С вашим Как бы Сопереживанием С включением В то Что происходит Здесь Понимаете И мы На сцене В чем Задача Моя Как театра Или режиссера Постановщика В том Чтобы Катапультировать Вас Из вашего Удобного Кресла Здравствуйте Галина Борисовна Меня зовут Андрей И Для меня Вы прежде всего Актриса Потому что Я Помню Красную Шапочку Я помню Русалочку А потом Я пришел К вам в театр И посмотрел Крутой маршрут И потом Уже Открыл Для себя Галину Волчек Как режиссер И я знаю Что вы В свое время Сказали себе Что вы Больше не снимаетесь В кино Но если бы Вы увидели Что кроме вас Вот такой Масштабной Актрисы Серьезной Актрисы Эту роль Не сможет Сыграть никто Вы посогласились Если бы я увидела Что это действительно Яркая Интересная роль Я бы Обязательно Посоветовала Актрису Обязательно Конечно Постаралась бы С своего театра Вот Вот Но Сама бы Нет Я так плакала Когда меня Ефремов Вызвал Один раз И говорит Галь Ну все Дорогая Мы должны Свое штатное Расписание Как-то привести В какой-то Это Но ты же не играешь Уже сколько времени Играешь Какие-то маленькие роли А в основном Занимаешься Режиссурой Мы должны Тебя Перевести В штат Как режиссера И я Так Разрыдалась Я говорю Я больше Не буду Артисткой То есть Это был Болезненный момент Ты Говорит Будешь Артисткой Но По штатному Расписанию Ты уже Режиссер Все Оказалось Что не только По штатному Расписанию А отказалась Я в кино Сниматься Потому что Андрей Это надо было Пережить Все мои унижения Куда бы я Не выходила Не входила Особенно на рынке Это тогда Очень ощущалось Я с пучком Петрушки С этим Иду И тут Значит Кто продает И кто Покупает И они орут На все Ой смотри Ну смотри Но она же Не такая страшная Правда Ну что А что это Вас так А за что Это Почему А почему У тебя волосы Зеленые Они такие Я в ужасе Уходила Вот так Вот с рынка Каждый раз Каждый раз У меня в кино Были Потрясения Благодарность Невероятная Козинцеву За то Что я прикоснулась В кино Тоже В такой роли Как Регана В Шекспире Понимаете И все Но я же Ничего не сыграла Кроме этого Бытует мнение Что до сорока лет Человек выглядит так Каким создала его природа А после сорока На его лице проявляется Все что он приобретает За жизнь Вы с годами Стали не только Настоящей красавицей Но человеком От которого Идет только свет И тепло Как это возможно В ситуации Когда речь идет О руководителе Тем более Такого сложного Организма Как театр Надежда Николаевна Что касается Вашего утверждения До сорока После сорока Я честно не знаю Но я иногда вижу Вот так вот Взрослых Таких людей Которые Ну стали пожилыми Скажем так На моей памяти И вижу Что они Даже ни капельки Не подурнели Приобрели Какие-то новые черты Там и так далее Вот меньше всего Мне конечно Радует Когда я вижу Красавицу Бывшую Какую-нибудь Которая вся Перерезанная Вся И я это вижу Я очень Уважаю женщин Которые за собой Следят Там у них есть время Все Ходить Там эти уколы Что делать Все что угодно Но когда Вот это перекошенные Начинают Понимаете Или там Еще какие-то Из-за этих У всех Вот такие вот Ну вот такие губы Надо не надо Они накачанные Вот такие Я вообще К такой вот Массовой Истерической Такой вот Моде Отношусь Очень Не очень-то хорошо Даже Очень плохо Сейчас все ходят Брови Впереди человека Ну правда Но я не вижу Ваших глаз Не вижу Я тут Ну Где меня Причесывают Девочка Чудесная Сама вот Как бы Она Косметичка И я говорю Сколько тебе лет Ну она молодая Ну она говорит Там Тридцать что ли Или там Не знаю Я говорю Ну смотри Вот посмотри На свои глаза Их же не видно Одни вот такие Черные брови Причем Чем чернее Тем лучше Чем больше Глаза закроют Я помню Даже Нас Когда учили Такие Великие Мхатовские Гримеры Пожилые Вот эти люди Они говорили Осторожно С бровями Брови Это такой Коварный На лице Знак Они могут Вам закрыть Глаз Вообще Ну и правда Марина Н Написала Длинный вопрос Но мне кажется Он важный Я приехала в Москву Работать из Курска После окончания института Чувствовала себя Очень дискомфортно В чужом городе И тут случилось чудо Я попала на спектакль Крутой маршрут И поняла Что мои проблемы Столь незначительны Что я обязана состояться В память о своих бабушках Дедушках Родных Так и случилось Я состоялась И считаю во многом Благодаря вашему спектаклю У меня есть и вопрос И просьба Сначала просьба Пожалуйста Что бы ни случилось Пусть крутой маршрут Всегда остается в репертуаре И вопрос Что стало для вас импульсом В создании этого спектакля Сразу когда я начинаю говорить Про крутой маршрут Или думать Или прихожу на спектакль У меня всегда этот комок Он никогда не проходит Конечно То что я познакомилась В свое время С Евгением Семеновым Гинзбург Мамой Вася Аксенова Нашего друга Нашего соратника Человека Который никогда не был В нашем театре Не просто чужим А я не знаю Вот я Так вот смотрю Здесь-то нет прохода Здесь проход После восьмого ряда А у нас там Современненький был Девятый ряд И так И вот с краю Не сидит Вася Аксенов И я не слышу Его смеха Который вообще Вот мог Не знаю Разбудить Любого Навсегда заснувшего человека И он познакомил нас С Евгением Семеновым Когда она Вернулась И разговор с ней Книжка Которую я Пусть меня простят Но первый раз Я прочитал Под одеялом В Америке Когда мне добрый человек Один дал На две ночи Или там на сколько Эту книгу И я поняла Что как только Будет возможно Конечно Я обязательно Это сделаю И Когда я узнала Что в журнале Латвийском Долгого Печатают Эту повесть Я быстро Вот просто Как вот прыжком Таким На Замечательного Я считаю Я даже не знаю Он кто По профессии Он же не режиссер Нет Он автор пьес Александр Владимирович Гетман Нет Но я понимаю Он работал за флитом Долгие годы И ставил спектакли Я знала Я знала просто Что он Есть как Человек Который Способен Понять Что слово Инсценировка Это не для меня Вот я говорю Про крутой маршрут У меня всегда Мурашки Всегда Потому что Я не могу Никуда Деть Из своей памяти Паулину Степану Которая 17 лет Просидела В одиночной Камере И была у нас Потом В виде Не просто Нашей помощницы Консультанта А я сделала Так Чтобы она На сцене Играла Десяток вопросов На тему Что для вас Современник Но на мой взгляд Вот мой Человек Работающий В театре Если всерьез Отвечать на этот вопрос То мы до утра Не разойдемся И нам Показалось Нам Вашим товарищам По работе Правильнее Ответить на вопрос Что вы для Современника И ответить Не только словами За нас Всех артистов И работников Театра Сейчас ответят Два наших товарища Давайте Взяли Гасенит свет Все службы На местах Костюм надет Волнение И страх И вдруг Бабах И в промежной тьме Зажжется огонек Он дорог мне И тоненький дымок Минуя страх И все Все в ее руках Как по волшебству Я снова все могу Ролью живу Партнеру помогу Текст подскажу Свет не загар Палузу подержу Палузу подержу За твоим плечом Готов я век Идти вокруг земли Ты только позови Благоволи Бог гали 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 Вновь убит Барон Подарены цветы Идет поклон Извители Реды Сквозь шесть Идет поклон Наполненный добро И опять К тебе За помощью Приду Я вновь В беде Сниматься не могу И жить негде Еще Изменил Жене Как по волшебству О том, что Просил Божья Не реву Ребенка Научу Сказать Огун Когда Придет Прощу Лишь С твоей Помощью За Я твоим плечом Готов я век идти Вокруг земли Ты только позови Благоволи Бог гали 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 А сейчас мы вас будем целовать Конечно, всегда спрашивают Ну, есть у вас любимчики Ну, конечно, есть Костя Райкин был мой любимчик Это я признаюсь И признавалась Прежде всего потому Что он так отдавался Тому, что он делал Невероятно И, конечно Ну, все они по очереди Мои любимчики Конечно Каждого люблю В каждого сидит там Наша будущая звезда Вот одна Маленькая У нас Каждый раз Рождаются дети При моей невероятной любви к детям Они становятся Эмблемой Театра современник На пять лет Полина Ты поняла? Ну, я знаю, что ты поняла Что про тебя речь Это Полина Это дочка нашей Светы Ивановой И второй у нас Герой Ваня Он не Ваня Он Петя Понимаете? Но он и Ваня Это сын Вики Романенко И Боря Андрианова Который Который вот Стал тоже Эмблемой Нашей Полина Поняла? Веди себя хорошо Вы родились в семье Очень известного В мире искусств Человека Ваш отец Борис Волчек Знаменитый кинооператор И режиссер Среда В которой вы росли Помогала вам В собственном Актерском И режиссерском Становлении Или наоборот Мешала? Я думаю Что это Совершенно Однозначный Такой Момент Что я не могла Это невозможно было Не впитать Жить рядом Что называется Дверь в дверь Ступенька От ступеньку Ну Вот я Наберу Их там Сколько-то Которым я молюсь Преклоняюсь По всем статьям По всем Это Михаил Ильич Ром Это Райзман Это Птушко Это Пырьев Это В конечном Счете И даже Эйзенштейн Которого я Вот так Близко Наблюдала И сидела Около Вот так Вот не садясь К нему на колени Потому что Ревновала Что это было В Алмата Во время эвакуации Что Где Мосфильм был Ревновала Что про него Все говорили Он самый Он самый Он самый А для меня Был один Самый Это Ром И я Поэтому От ревности Не садилась Даже к нему На колени Так Смотрела Вот так Через это Дура Такая была И Наблюдала Как он там Рисует Детям Какие-то Картинки Все А я Гордо Не садилась Это рядом Было С киностудии Где все Вот были И наши Два дома Рядом стояли Их называли Лауреатниками Ну потому что Там одни Вот эти Жили все И Эйзенштейн В том числе И Пырьев И Ладынина И Целиковская И Жаров И Черков И кто хотите И Вот они Орут Кричат Галя Пошли Девчонки Которые Со мной Там Такого возраста Пошли Там Тетя Люся Целиковская В гробу Лежит Это снимал Ивана Грозного Значит В это время Человек Сейчас Меня заставить В кино Пойти Это Ну Очень трудное Дело Очень трудное Потому что Я отравилась Кино Отравилась С детства И когда В Алмата Им показывали Трофейные фильмы Значит Там Американские Всякие Там То детей Не с кем было Оставить Говорили Вы их Приводите Пусть они Лежат Там Впереди А эти Сидят Смотрят А мы Тут Валяемся Значит На полу Сидели Валялись Ну И все равно Нет Нет Туда Посмотрим На Неинтересно Но все равно Мы были Все время Все время Рядом С Кинотеатром Полин Ты хочешь Сюда Ну попроси Кого-нибудь Тебе Дядя Вот Поможет Нет Не хочет Пока Все Слава Богу Пока Света Можешь Смело Идти Вперед Пока Она Тебя Не подсиживает Здравствуйте Зрители Здравствуйте Галина Борисовна Москва Там Не верят В одном Из моих Любимых Фильмов Был Я не помню Там Кто он там был Не режиссер А оператор Да Наверное Скорее всего И он говорил Что театр скоро умрет И говорил Это очень как-то Резко Будет только кино Будет только телевидение Прошло много лет Но театр живет Как вы думаете Изречение Что театр умрет Оно Не то чтобы верно А может ли вообще Такое случиться Я думаю Вы знаете При всем моем Просто преклонении Я бы сказала Перед Ромом Который утверждал Тогда вот Я это помню С своей детской Такой Ну юношеской Памятью Что Кино и телевидение Убьет театр То чем Вот дальше Жизнь идет Вперед И чем Больше Увлечения Невероятное Вот сейчас Кино И так сказать Все бегут На эти премьеры И все И я тем не менее Стала понимать Что Нет Вот такой театр Который я Называю театром Который заставляет Катапультироваться Зрителя Из его удобного стула Кто Как я говорю Понимаете Такой театр Не умрет Он будет всегда Востребован Как будет Востребован Человек Которому Можно Исповедаться Которому Можно Прийти И Просто Уткнуться Плечо И поплакать Человек Над которым Можно Смеяться До коликов Я думаю Не умрет Спасибо вам Спасибо Елизавета Спрашивает Знаю что вы дружили С Георгием Товстоноговым Своим коллегой А какие это были отношения Равных Или старшего И младшего товарищей Знаю что у режиссеров Часто бывает Неприятие Работ друг друга А в вашем случае В моем случае Это один из Очень близких Очень близких Мне Людей Которые Так многому Меня научили Я не кончала У него Ни институт Не была Никак задействована Как его Помощник Нигде Но просто Наши Такие Очень дружеские Теплые Отношения Очень теплые Со всей семьей Товстоноговых С его сестрой Нателлой С ее мужем Женей Лебедевым Настолько Были Тесные Что я Во-первых Я приезжала Иногда На репетиции Посмотреть Вот я помню Он три сестры Репетировал Я на два дня Приехала Посмотреть Как Доронина С ним Репетировать То что мне Много Рассказывали Про их Как бы Такие Ну столкновения На репетиции Потом Мы с ним Столько Проговорили Про Разные Постановки Из того Что мы видели Из того Что мы слышали Ну как-то Очень Особенная Была дружба Особенная Первое Время Когда Их не стало По очереди Сначала Мы Даже Я позволяла Себе Называть Его Гогочка И он Как бы Он это Провоцировал Чтобы я Так его Называла И потом Не стало Нателло Моей Очень близкой Подруги Я Я не могла Приезжать В Питер Просто Не могла Я проезжала Мимо Их дома Ну или там В ту сторону Где их дом Отворачиваясь Вот так Невозможно Просто было Вот Один из самых Самых Близких Мне Людей Вообще Мы вчера Поздно Вечером С одной Артисткой Нашего Театра Заехали В книжный Магазин Это был 12-й час Ночи И там Нашли Удивительную Вещь Поэтому Которая Которая Только Опубликована Поэтому Простите Нас Пожалуйста За то Что она Прочтет Ее С листа Называется Оно Волчиха Нас Подменили Нет Мы Не Изменники Мы Только Наши Юности Подменники Нам Нелегко Самих Себя Любить А Помните В театре Современники Мы Стали Современников Лепить Они Не Получились Как Хотелось Нам Не Получились Вместе С ними Мы И Поколение Не Осталось Целостным Рассорились Расхлопались Дверьми Но Помните Как Нам Кружило Головы Как Бунтари На сцене У руля Впервые Показали Людям Голова Хотя Бы Не Генсека Короля Как Было Удивительно России Что Николая Первого Лосины Надел Поимператорский Басист Олег Ефремов Из Ура Свирепела Раздосадованная Что Исказил Театр Большевиков Но Продувное Личико Детсадовца Так Гениально Корчил Табаков Я Помню Силу Ведьминого Взгляда У Волчек Всех Державший На крючке Какой Какой Нашей Стала Ты Баллада Об Их Невеселом Кабачке Но Волчиха Порычанию Старшая Всем Доказала Кто Еще Не Слаб Что Нет На Свете Театральных Маршалов Сильнее И Умнее Наших Баб Театр Иезуитский Раздвоили Его Спасли Божественно Сыграв Не Йолова И Толмачева Лиля И Переизуитивший Всех Гафт И Шпагой Защитил Друзей Кваша Марксистско Сирановская Душа Театр Осиротел Но На стене Его Еще Висит Улыбка Евстигнеева И Что-то Вроде Гроханье Телег Там Слышно Репетирует Олег Не Убоись Великая Волчиха Не Рявканье Начальство И Ничиха И Ты Звеня Пиратскими Серегами Не Выбираешь Шуток Попасней Держи Волчат В Актерском Балагане В Косматых Лапах Тяжких От Перстней Артистка Воскреси Себя В Артистах И Среди Зверских Праведных Трудов Ты Будь Волчихой Но Не Просто С Чистых Волчихой С Незапятнанных Прудов Спасибо Испытывали ли Вы в жизни Потрясения От Неожиданных Человеческих Проявлений И Каких Больше Отрицательных Или Позитивных Валентина Николаевна Спрашивает Потрясения Конечно У меня Были И И Те И Другие Но Наверное Я Больше Склонна Как бы Воспринимать Позитивные Такие Какие-то Моменты И Их Ценить Очень Глубоко Что Иногда Приводит Ну В какое-то Такое Странное Состояние Те Кто со мной Близко Соприкасается Думать Что она Так Вообще Прям Ну Подумаешь Ну Сделал ей Человек Что-то Хорошее Или Там Театру Или Что А Она Вот Так Вот Вообще Но Я Не Так Вообще Я Просто В принципе Вот Так Стараюсь Забрать Забрать Наверное Наверное Они Сильнее И я Вот Пользуюсь Таким Вопросом Для того Чтобы Сказать Еще Об одном Человеке Который Меня На самом Деле Просто Подтряс 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 Однажды А Подтряся Меня Однажды Продолжает Это Как бы Я продолжаю В этом Потрясении Жить Воспринимать Все его Поступки И так далее Это Алишер Бурханович Усманов Я имею ввиду Я его Не знала Так Случилось Что я Оказалась На одном Дне Рождения Совершенно Человека Далекого От бизнеса Но Очень Мною Любимого Уважаемого Где В застолье Вот Я Оказалась Рядом С человеком Которого Я в лицо Не знала Ну Просто Сидела По правую руку А С ним Рядом Сидела Женщина Которую Я знала Как бы Не была С ней Так Уж Очень Близко Знакома Но Я знала Что это Ирина Александровна Винер И Ну Как Знаете В застолье Слово Заслова Он Что Сказал Или спросил Я что-то Ответила И вдруг Этот человек Начинает Задавать Мне вопросы Относительно Театра Драматургии Литературы Когда я Начинаю Думать Что он К этому Имеет Какое-то Прямое Отношение Что он Видимо Или Какой-то Критик И я Его Не знаю Или Какой-то Литературовед Я Я Ему Говорю Ну Вы Такой Театрал Видимо А что Ж Вы Например В современнике Я вас Никогда Не Видела Не Знаю Вы Ходите К нам В театр Он Говорит Может Вы Хотите Спросить Меня Сколько Раз Я Видел Три Товарища Например И С Какими Составами У меня Вообще Волосы Там Я Не Ожидал Ни В этой Компании Встретить Такого Человека Ни Это И он Стал Говорить О том Вообще Какой Театр В принципе Он Любит И Ну и Вышло На то Что Современник Для него Это Его Театр То есть Тот Театр Который Он Признает Любит Ценит И так далее Потом Я узнала Что у него Есть фонд Вот этот Который Сегодня На нашем На нашей Афише К счастью Есть Но это Не то Что мы Познакомились Вот такие Мы близкие Друзья Что он Стал помогать Театру Поэтому Нет Он Один раз Мне сказал Вы знаете Я был В Ленинграде В Питере Это было Не так давно И Говорит В Москве Много чего Посмотрел И понял Что у меня Есть только Один Любимый Театр Мне Конечно Это Невероятно Приятно И дорого Не только Потому Что это Вот такая Личность Что это Человек Который Вот так Знает И любит Театр Любит Хотя Это Вообще Ну Как бы Не его Казалось бы Территория Так что Я невероятно Благодарна Ему Это вот Мои Потрясения В хорошую сторону В середине Мая И в июне На другой Сцене Театра Прошли Закрытые Предпремьерные Показы Спектакля Пока существует Пространство Где Авторами Пьесы Режиссерами И актерами Являются Валентин Гафт И Саид Багов Я была На этих Показах И их Драматический Дуэт Меня потряс Расскажите Пожалуйста О ваших Впечатлениях Об этой работе И как вы Видите Дальнейшую Судьбу Спектакля Зубакова Надежда Первый раз Когда я Посмотрела Эту работу Я проплакала Наверное Все это время Пока Шло Тут были Разные Видимо Эмоциональные Причины Для этого И то Что Я видела Что преодолевает Гафт И видела Его Крупный план Его глаз Я вообще Столько лет Ему Внушала Просто иногда Не знаю Чуть не палкой Била Валя Не прячь глаза Валя Смотри Вот твой партнер Зал Не прячь Он в трех сестрах Вот сидит монолог И вот туда И вдруг Тут Эти глаза Которые нельзя забыть Это спектакль Или это какой-то Драматический дуэт Или Что-то Но Я думаю Что Люди Которые попадут На это Они Уйти равнодушными Не смогут Андрей Величко От всей Своей семьи Спрашивает Будучи Постоянными Зрителями Современника Мы с женой Переместились Вместе с вами На Яузу И хотя Живем далеко И добираться Сюда Неудобно Продолжаем Смотреть Все премьеры Галина Борисовна Когда Современник Вернется домой Ну Конкретных Сроков Ну как Вы же Все Понимаете Очень трудные Все эти задачи С этими Новыми Постановлениями С тендерами На любую Мелочь Мы должны Все равно Короче Это Очень сложный Вопрос Но Я хочу Воспользоваться Тем Что Такой вопрос Вы задали И сказать Что Несмотря На все Трудности Несмотря На то Что Все равно Это Ну Замечательный Дворец Он Не Это Не театральное Помещение Не в плане Сцены Которые Не дают Возможности Каких-то Современных Так сказать Технологий Использовать И так далее При этом Это Прекрасный Так сказать Памятник Старины Да Да И нам Не очень-то Разрешают Сюда Что-то Там Лишнее Вбивать Или Делать Здесь Но Я Невероятно Благодарна Собянину За то Что Все-таки Москва И Он И Ну Все Московское Начальство Поняли Что нельзя Современник Просто Закрыть Запереть И устроить Разъездной Театр Сегодня Тут выходной Вы тут Играете Завтра Тут выходной Вас Может сюда Пустят Мы же были В таком Именно положении И когда я Умоляла Я говорила Ну Придумайте Что-то Чтобы мы Не стали Вот этим Разъездным Даже при всей Любви К собственному Дому Но Театр Разбежится Разбежится Нам нужно Постоянное Пускай Временное Но Постоянная Прописка Хотя бы Там На Два Года Ну И Они на это Пошли И Я поэтому Очень благодарна Собянину И он При возможности Он меня спрашивает Когда видит Как там с ремонтом Все идет Так строго Я говорю Пока да Как будет не все Я сразу Приду жаловаться Так что Мы очень Ждем Вместе с вами Когда Это произойдет Но Пока Стараемся Вас Как бы Не упустить И И там На другой сцене Работаем Активно И здесь Галина Борисовна Вот Пройдет Сто лет Вот Лично Я верю Что театр Современник Будет А вы Думайте Каким он Будет Через сто Через двести лет Я вот Не сказочный Герой Понимаешь Я честно Говорю Каким Будет Не знаю Вообще Не знаю Что будет Никогда Не Этим Вопросом Как-то Я ограничиваюсь Каким-то Таким Временным Пространством Наверное До которого Допускает Моя фантазия Я не знаю Я так думаю То что он Будет Я верю Сколько Сколько Ему Не дадут Умереть И Превратить Его во что-то Другое Те кто Сидят Вот в зале Вот я вижу Там и Машу И Всегнееву И Богодисты И Толю Вас вижу Всех Вот Толечку Дроздовую И вижу Алену Бабенко И вижу Сережу Юшкевича И Конечно Моего тоже Любимчика Шамиля Хаматова И вон Сережка Тоже Мой любимый Вот он сидит Гирин Дашу Которая сидит Уже Какое-то Второе поколение В театре Современник Мама И папа Тоже Папа Фролов Мама Лена Миллиотти И Жур Папорта Очень Мною Уважаемого Любимого Тоже Богодиста Узденского Но всех Кого вижу Я Перечислила Тася Михалап Тася родом Из Ну я не знаю Родом ли Но она Из Ростова К нам Приехала И она Каждый раз Артистам И там Всем у кого Какие-то Там такие вот Юбилеи Или что-то Она Приносит Вместо цветов Которые Артисты А такой Как Гав Тем более Он Цветы Она Приносит Рыбу Рыбу Он Он С этой Рыбой После Последнего Спектакля Тася Житья Никому Не дал Тут Разговор На Высокие Темы Его Там Поздравляют Что-то ему Рассказывают Он А где Рыба А рыбу Не унесли А рыба Здесь Так что Вот Тася Я Во-первых Спасибо вам Большое Что Это для меня Сюрприз Такой Что вы Все Пришли И Меня Не бросили Одну На Растерзание А тем более Я не знала Я не знала Я думала Вопросы Ответы Потом Когда я узнала Что Москву Обвешали Какими-то Афишами Когда я узнала Что билеты Продаются На это Со мной Просто Вот Подучи Случилось Честно Я говорю Но вы не пожалели Нет Я не пожалела Конечно Во-первых Я когда Поняла Что я не одна Они вот Тут со мной Конечно Куда же Я не пожалела Конечно Но они всегда Будут рядом Мы все Всегда будем рядом Спасибо вам Галина Борисовна Спасибо Верно Горболисты Современни Нашим светлым Югурьмой Театр Принял нас С любовью И он Встал Как дом Родной По спине Вегут Мурашки Впереди врагей не счесть, Потому что с нами вовче Наша гордость, наша честь. Ты, буржая, могучая, Никем не победимая, Ты, мать моя, бредная, Ты самая любимая. Ты, буржая, могучая, Никем не победимая, Ты, мать моя, бредная, Ты самая любимая. Солнце светит ярким светом, Вся Россия на ушах. Поздравляем к краю волчек, Мы стоим здесь все в слезах, Чтобы дальше современник Так же радовал сердца. Будем делать все, что сможем, Потому что есть канат. Ты, буржая, могучая, Никем не победимая, Ты, мать моя, бредная, Ты самая любимая. Ты, мать моя, бредная, Ты, мать моя, Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное.